Всем привет! Я Димон, с вами Автогода Life и мы продолжаем наше общение на тему интересных фактов об автомобилях. Сегодня мы поговорим об автомобиле, который называется Recreation Active Vehicle 4. Вам не знакомо это название? Тогда назову более короткую аббревиатуру. RAV4. Название модели переводится как автомобиль для активного отдыха, а цифра 4 в названии означает наличие полного привода. Первый концепт показали в 1989 году и он был очень тепло воспринят публикой, поскольку такого никто еще в мире не предлагал. Компания Toyota начала глобальные исследования на тему, чего же хотят видеть покупатели. А покупатели хотели внедорожник, но только не послевоенный полутанк, а просто комфортный автомобиль с расширенными возможностями. И вот на Женевском автосалоне в 1994 году компания Toyota стала основоположником нового, современного и невероятно популярного сейчас сегмента паркетных внедорожников, которых мы чаще называем компактными кроссоверами. Появление RAV4 имело эффект разорвавшейся бомбы. Продавался он такими объемами, что Toyota экстренно пришлось расширять свои производственные мощности. Спустя год Toyota выпустила пятидверную версию, чтобы еще больше расширить ряды своих покупателей. А в 1998 году показала модель Convertible. Автомобиль позиционировался на молодую аудиторию и знаете, даже сейчас я бы купил себе такой. Второе поколение появилось в 2000, третье в 2006. С каждым новым поколением RAV4 компания боролась с другими производителями, которые, смотря на успех Toyota, в этом сегменте пытались составить ей конкуренцию. У прародителя класса не было вариантов, нужно было быть лучшим. В 2013 году вышло четвертое поколение кроссовера, которое существенно изменилось в дизайне. Автомобилю добавили брутальности и мужественности, так как про первые поколения можно было довольно часто услышать мнение, что это женский кроссовер. RAV4 самый популярный кроссовер в мире и самая продаваемая модель Toyota по данным агентства Focus 2 MOOC в 2018 году. Всего было продано 807 116 экземпляров модели. Сейчас перед нами совершенно новый RAV4 2019 года и он уже успел получить престижную награду страны восходящего солнца автомобиль года в Японии. Этот триумф стал уже девятой по счету победой автомобилей Toyota за 40-летнюю историю престижного конкурса. Получит ли RAV4 титул автомобиля года в России мы узнаем в мае, когда будут подводиться итоги премии. Кстати, премия в 2020 году отмечает свой юбилей 20-летия и 20 января стартует голосование в новом сезоне. Не забудьте зайти на автогода.ру поддержать свои любимые автомобили. Так что же нового приготовил для нас RAV4? Всего не перечесть. Лучше прочитайте наш полный обзор, ну а я постараюсь, как всегда, кратко выделить для вас все самое интересное. Начнем с новой модульной платформы Toyota New Global Architecture, сокращенно TNGA. На этой платформе уже построены Camry и Corolla, и она дает более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести, тщательно продуманную развесовку по осям и улучшенную аэродинамику, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости на высокой скорости. Внешность САВА современнее и агрессивнее. Всем своим видом RAV4 показывает, что он не беспомощен на бездорожье. В сложных дорожных условиях тестовая машина с полным приводом подтверждает это благодаря появившейся тут системе Multi-Terrain Select, которая многим знакома по легендарным старшим братьям Land Cruiser 150 и 200. Также впечатляют показатели его геометрической проходимости. 18 градусов угол въезда, 20,5 угол съезда, дорожный просвет 20 сантиметров и это достойный показатель для кроссовера. Конкретно в нашем автомобиле двигатель 2,5 литра, мощностью 200 лошадиных сил. Для атмосферного мотора это очень хороший показатель. В паре с таким мотором устанавливается 8-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач. По моему мнению, новый RAV4 в очередной раз подтвердил, что он не зря имеет статус одного из самых продаваемых кроссоверов в мире. Родоначальник этого сегмента не уступает позиции и стремится к тому, чтобы задавать тренды в этом классе. Напомню, что больше информации читайте у нас в обзоре и обязательно голосуйте за свои любимые автомобили на сайте автогоду.ру. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok